Теперь давайте я вам покажу видео, где я буду комментировать то, что происходит на экране, и показывать, что нужно делать, и что мы делаем, и почему. То есть это как раз вот этот сценарий, который мы сейчас разбираем, который готовится три блюда за 30 минут. Что для этого нужно, сейчас вам показываю и заодно рассказываю. Так. Это то, что мы готовим в готовом виде. Первое – отбивная, это куриная отбивная, запеченная в духовке, с сыром и с овощами. Второе – простейший салат, очень вкусный, капустный с огурцами и соевым соусом и зеленью. И на десерт – это клубничный смузи. Вот то, что я вам говорила, нужно подготовить сразу все ингредиенты, все, что вам понадобится, и продукты, и кухонный инвентарь. Все в одном месте, все в шаговой доступности. Если вы будете готовить по этому сценарию, у вас нет клубники, возьмите любые другие ягоды, фрукты, можно даже замороженные. Вот посмотрите, как это все выглядит. Кухонный инвентарь тоже подготовлен, все рядышком разложено. Это очень экономит время. Любые миски, стаканы, тарелки, которые вам нужны, и они есть в табличке, там есть. Первое действие. Включайте духовку до 200 градусов. Пока она разогревается, вы моете все, что вам понадобится. Овощи, ягоды здесь, и потом переходите к приготовлению основного блюда. То есть отделяем, мы готовим отбивные из курицы. Отделяете филе малое. И из большого филе уже... Здесь я отделяю все пленочки, все такие прожилки. Для чего? Потому что, когда в духовке будет запекаться курица, если их не убрать, то они свернутся, и будет такая неровная поверхность. А здесь, как вот сейчас видите, да, я все пленочки убрала. Дальше нужно разделить это филе на две части. Знаете, такой кулинарный прием? Большая ошибка делать это с толстого края. Кажется, что так проще. Но на самом деле нужно с тонкого края. Видите, как здесь я делаю? И разделить на такую бабочку. Если вы готовите к какому-нибудь большому мужчине, можно вот это одна отбивная. Если вы готовите на семью, например, на детей, то я разделяю на две части. И вот из одного филе куриного получается две такие отбивные. Вот, готово. Мне понадобятся четыре. И рецепты, которые вы видите, рассчитаны на четыре порции. Вот раз, два, три, четыре. Дальше понадобится посолить, поперчить по вкусу, если вам нравится. И отбить. Отбить кулинарный такой простой лайфхак. Пищевая пленка. Я ее пользуюсь, потому что, смотрите, у меня рядышком лежат другие продукты. Чтобы брызги от мяса не летели, например, на овощи, на клубнику, я покрываю пищевой пленкой и легко отбить. Сначала с одной стороны посолить, поперчить по вкусу. Потом то же самое с другой стороны. Потом в духовку форму для запекания аккуратненько вот так выкладываем, чтобы рядышком все лежало. И все почти готово. Масла не надо добавлять ничего, оно не прилипнет, все будет хорошо. Но нужны овощи. То есть мы готовим куриные отбивные вместе с овощами. Делим на две части помидорки черри, чесночок. Все покрываем сверху наше куриное филе и сверху маслина. Все. Духовка еще не разогрелась. Мы пока духовка разогревается, нарезаем моцареллу. Она понадобится на следующем шаге. И готовим следующие продукты. Вот все тоже на две части. Я быстро комментирую, некоторые моменты пропускаю, чтобы экономить опять же время. Но последовательность именно такая. Вы увидите это тоже в мастер-классе, в сценарии. Потом овощи. Значит, нам понадобятся огурцы. Шкурку я всегда снимаю, потому что, ну, во-первых, она жестковатая в салате. Во-вторых, в шкурке всегда самое большое количество нитратов. А мне хочется, чтобы детки ели. Огурцы. Потом капуста. Капусту я не шинкую. Для экономии времени я всегда использую кухонный комбайн. Тоже сейчас увидите. И у нас запищала в этот момент духовка. Я поставила в духовку на 7 минут. По вашей духовке ориентируйтесь. Вот 200 градусов, 7 минут. Должно филе просто посветлеть. Пока в духовке запекается курица, с помощью кухонного комбайна нарезаю капусту вместе с огурцами. И получается вот такая нарезка. Огурцы крупно. Просто мне так нравится. Вы можете и мельче. Капуста достаточно мелко. Почти все по салату готово. Вот благодаря тому, что нарезка кухонным комбайном, это практически мгновенно. Обратите внимание, вот такая насадка должна быть, такой формы. Дальше все в миску. Все, что есть, это на 4-х человек тоже рассчитано. Поэтому миска большая, заранее подготовленная. Ни соли я не добавляю. Соевый соус. Этого достаточно. Все перемешивать. И у нас будет несколько минут, пока готовится все остальное, чтобы это немножко подмариновалось, и салат стал вкуснее. Все перемешать. Ничем больше другим не заправляю. Ни маслом, ни другими приправами они не нужны. Будет и так вкусно, вкусно и полезно. Отбивные все еще в духовке. Видите, мы готовим параллельно, да, то есть несколько блюд в один момент времени. И дело за смузи клубничным. Опять же, напомню, можно взять любые другие ягоды или фрукты. Мне повезло, у меня есть клубника. Я все ягоды использую, кроме 4-х. Они понадобятся еще для украшения. Добавляю йогурт. Самый простой питьевой, без добавок, без сахара. Сама ягода даст сладость. Но опять же, повторюсь, я кормлю детей, мне не хочется никаких дополнительных добавок. Все готовится буквально за 30 секунд. Разливаю по стаканчикам. Готовый смузи украшаю клубникой, веточками мятой. В общем-то, готов. Десерт очень готов. В духовке только прошло 7 минут. За это время уже готов салат. За это время готово смузи. У меня еще есть время накрыть на стол. Потому что 30 минут, оно еще с перерывами на отдых. Вот смотрите, 7 минут прошло. Обратите внимание, куриное филе побелело. Оно практически готово. Вот последние штрихи, это добавить моцареллу, потому что она дает такую тягучесть, красивую корочку. Сейчас увидите, насколько это будет тоже аппетитнее. Разложить по всей поверхности кусочки моцареллы. И еще на 2 минуты в духовку отправить. Пока моцарелла расплавится. Как только расплавится, все готово. Дольше в духовке не надо держать. Для курицы этого достаточно. За эти 2 минуты разложить по тарелкам салат готовый. И украсить зеленью. Ну, какую зелень вы любите, то и украшаете, то и используете. У меня здесь укропчик. Просто нарезать и посыпать сверху любую. Там кинзаки, петрушка, то, что нравится. Все. Порционно разложить. То есть мы уже подходим к самому концу сценария. Курица готова. Вот она так выглядит. Так тягучая моцарелла, видите? Сразу по тарелкам. Все. Все закончилось. 30 минут прошло. Вот в таком виде это все получается. Вот все прожарится. Все готовится. Не за 7 минут достаточно будет плюс 2 минуты курицы. Смузи и салат. Вот так готовится этот сценарий. Вот теперь вопросы по этому сценарию.